Пытание працаоткования для кожного человека – одно из головных. При этом, как недавно, сегодня получится по спеховому выращению працеванной задачи треба у молодого поколения. Наши корреспонденты знали шли юных бизнесменов и доведалися, что в 18-ти годах распачать свою справу не так складано, как многим сдается. Виктория Калюка отремливая профессию архитектора и уже робить выполненные кроки на шляху до экономической самостоятельности. В 17-ти годах девчина поступила в бюлдут и одночасово начала заниматься вязанием. Выучилась по роликах в интернете. Финички, бирульки для себя броу с початку это было хобби. Але одной, что Виктория задумалась про то, как первоутворить его умение бизнеса. Подрактовала презентацию и вырошила заявить про себя на конкурсе «Молодь и предпринимательство». Мы решили сделать такой ход конем. И чтобы как-то удивить всех, решила сделать куклу именно по образу человека. И выбор пал на Кустову Леонидовну, потому что она такая успешная женщина. Она пример того, как женщина в бизнесе может добиться успеха. Смелая идея принесла Викторе перемогу. Наступным кроком стал по ходу податковую инспекцию. С того часу, вось уже два годы, Виктор официально заявляется ромесником, ожидающая заказать ляльку со своим обличем есть заусюды. Для усабления идеи Викторе достаткова фотографии. Одна лялька каштуя каля 50 рублю. И для студентки гэта добрая финансовая подрымка. Новой преступкой в развитии авторской справы стал удел у проекте «100 идей для Беларуси». Дзявчина прошла три этапы кастингов. У гэтей дни чекает ворошального отказа из Минска. Однако признается, что уже зараз бачить пленный выник. Очень приятно знать, что я прохожу наравне с серьезными проектами. Если бы не с той идеей, я бы сейчас так сильно не продвинулась. То есть это даже дало толчок. Я уже оформила и визитки, и сделала и стикеры все, и даже бизнес-план. За годы и основания конкурс «100 идей для Беларуси» стал первой преступкой на шляху до властного бизнеса для многих молодых людей по всей краине. Тем более, что деликатные паростки трапляются на спрыльную хлебу нового правового поля. Специалисты означают, что с недавним принятием широкого указа тем же рамесникам теперь дозволено брать в учням, рекламовать свою продукцию в интернете и пересылать ее по почте. Например, Виктория Калюка в жоп завялась покупниками у России и Израиля. В уголе приватному бизнесу дали зеленое светло. Заявный принцип – минимум проверок, прозраста и простая система податка обкладания. Зараз регистровать ИП не треба одразу у 30-ти выпадках. Больше пыль не наступить на прационный рынок, молоди до помощи и недавно подписанный декрет номер один. Благодаря этому декрету упростятся какие-то моменты именно законодательные в плане трудоустройства у молодежи, и мы это обязательно используем. Мы понимаем, что работа в летнее время – это в том числе и профориентация их, потому что сидеть за школьной скамьей – это одна учеба. Когда он летом, если он обучается в Белгуте, поработает на стройке, и более в практике увидит, что это и как, то это положительно отразится на его трудоустройстве в дальнейшем. На гумишине шмат прикладов такой, как сезонный способ заработки перетворился для молодых людей у постоянное место працы. Дорогие, штабы працевных справ БРСМ уже открыты и чекают, ожидающих працевладковаться на час летних каникулов. Усяку по прогнозах у новым працевным семестрам примут удел коля 10 тысяч молодых людей. Разом с Тымова у всех комитетах в области чекают и ожидающих стартовать на рынку працы у якости предпринимальника. Для удельников проекта стоит и для Беларуси проводить майстер-классы. Будучим бизнесменам расповедают, как складать бизнес-планы и вучать за 5 хвилин презентовать проекты так, как затекавить инвесторов. Тем больше, что пераможцы у проекта чекают минавито такие перспективы у Беларуси, России, Казахстана и инших краинах. Але самая головная стойда и для Беларуси допомагает не просто развиваться, ен разбурает психологичные барьеры. Бо у многих на шляху до своего бизнесу спыняет сутность веду о ведении предпринимательства и податковой документации. А ты, у кого уже есть подобный опыт, признаются, что боятся посуд на стене матча-го. Просто пошла в налоговую, пришла, сказала, что я хочу заниматься ремесленничеством, спросила, что для этого надо. Буквально пару дней нужно было принести ксерокопию паспорта, купить книжку. Ну, в конкретном ремесленничестве тут вообще не стоит ничего опасаться, бояться. Просто идете в налоговую, объясняю, как, что делать. Самое главное – не бояться пробовать, постоянно искать, не бояться повторять чужих идей, потому что это очень останавливает. У своей 19 Виктория даёт каштолные парады и упыненно расповедая про свою будущую. Кажет про то, как важно не бояться идти по чужих следах и вучиться на поспеховых прикладах. У ее планах – створение буйной майстерни, где одни могли бы вучиться творчестве, а инши – набывать пленных працы и радовать себе и своих близких. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель».